Имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение Дня Оного. Тема моей проповеди называется «Что делать при приближении Дня Господнего?» Что делать при приближении Дня Господнего? Давайте возвратимся в 25 стих и увидим что-то очень важное, что хотел сказать автор послания к евреям. Он говорит, когда вы будете тем более, чем более усматривать приближение Дня Господнего, то есть такая игра слов «тем более, чем более». Чем больше и слышнее ты видишь события вокруг тебя, тем более ты понимаешь, что на самом деле Божье Слово не шутит. Оно очень реально и актуально. И чем ближе конец, тем все ярче и понятней становится вся картина человеческой истории на этой земле. Чем ярче, чем отчетливее ты можешь видеть события, которые вокруг нас просто стремительно разворачиваются. Сегодня мы переходим уже в такую стадию развития человечества, что даже у многих людей, неверующих людей, нету сомнения. И знаете, они по своему как бы невежеству говорят, ну это уже скоро конец света. Не понимая, что на самом деле это не конец света. Это только будет начало света. Потому что весь мир лежит во зле уже очень давно. И зло прогрессирует, и зло настолько уже пустило метастазы в свои сферы человеческой жизни, что действительно это конец этого мира, проклятого и грешного. И чем ближе мы к концу, тем отчетливее мы должны понимать, что нам что-то нужно делать. Первая мысль, которую я хотел бы, чтобы мы все усвоили раз и навсегда, нам необходимо в это последнее время быть уверенным, что все под контролем нашего Спасителя. Он стоит незримо и как дирижер управляет всем происходящим. Посмотрите, друзья, я знаю одну очень важную истину. Иисус однажды сказал своим ученикам, как было во дни Ноя, как было во дни Лота, ели, пили, женились, выходили замуж, и никто не предполагал, что придет конец, конец того, что люди имеют на этой земле. Точно так будет и в пришествии Сына Человеческого. Сегодня люди этого мира в погоне за какими-то вещами, которые им не понадобятся в вечности. Они сегодня инвестируют свои деньги на какие-то программы, которые не повлияют на их спасение, не повлияют на их счастливую жизнь, потому что на самом деле есть нечто очень важное, о чем Господь говорит в Своем Слове. И эти истины познаем мы с вами. Нас, как верующих людей, это откровение 21 стиха должно вдохновлять и поддерживать. У нас есть наш Спаситель, Покровитель и Господь. И Библия называет его священник над Домом Божьим. И если ты и я часть этого Дома, знай, над нами есть священник, великий священник, Господь, пастыреначальник, который знает своих, и своих не оставит на произвол судьбы в это трудное время. Оно трудное тем, что люди уже обезумели в своих грехах, и они с таким ненасытимым чувством достигают всего греховного, что просто смотришь и понимаешь, что вот-вот придет возмездие за грех. Вы знаете, 120 лет Ной строил ковчег, 120 лет удары молотка слышали люди, которые жили вокруг него, 120 лет проповедь о Божьем суде практически шла к каждому сердцу людей, окружающих семью Ноя. Ной и его трое сыновей, Сим, Хам и Афет и три невестки, это восемь душ, которые, к сожалению, спаслись от первого мира. Из первого мира всего лишь восемь людей остались в живых, потому что пришел потоп, пришло возмездие за грехи людей. И люди, которые говорили, ничего не будет, никогда не свершится, дождя даже не было. Земля в то время, Библия говорит, она орошалась паром, и дождь не выпадал, как осадки с атмосферы на эту землю. И когда Бог сказал строить Ною ковчег, это на самом деле для многих людей выглядело безумным, и люди проигнорировали, они не захотели, они так же само смеялись, так же само издевались, может быть, возле виска крутили, как сегодня это делают, может быть, тебе, дорогой мой друг. Не смотри на реакцию этого мира. Мир не ведает, что творит. То, что сегодня, может быть, люди отвергают и говорят, ой, зачем ходить в церковь, для чего читать Библию, для чего молиться, для чего поститься, искать Бога, прославлять Его. Какие странные вещи. Послушай, это не странные вещи, это вещи, которые удержат человека в спасении, когда грянет этот огненный дождь и прольется на эту землю. Вы знаете, что я хочу сказать, что в то критическое для земли время, друзья, мы видим на примере семьи Ноя и семьи Лота, что все вокруг было уничтожено, кроме их самих, тех, кто послушал Бога. Второе, посмотрите, что значит приступать с искренним сердцем к Богу. Это значит, друзья, что мы не должны лицемерить или играть в религию. Библия говорит, что только чистые сердцем, искренние и чистые сердцем Бога узрят. Другими словами, если ты хочешь остаться целым и невредимым в этом океане событий и разных неприятных вещей, тебе нужно, мне нужно, нам всем нужно быть искренним перед Богом в своем сердце. Потому что религия, она предполагает, знаете, такой религиозный ритуал, но не человеческое сердце, которое должно быть предано Богу на все сто процентов. Что такое религия? Это какой-то список разных постановлений, разных действий, которые как бы внешне проявляются, отвергая внутреннее состояние человеческого сердца. То есть человек может краситься, не краситься, одевать косынку, не одевать. Человек может носить украшения или не носить украшения. Человек может бороду отрастить или не отращивать. Человек может ходить в рясе или в пиджаке, неважно. Бог на это внимание не обращает, друзья. Ему нужно наше сердце. Потому что внешнее никогда не повлияет на внутреннее. Внутреннее является приоритетом для нашей жизни. Это очень важно. Это необходимо. Потому что в это последнее время, друзья, я убежден, что будет действовать очень серьезно этот принцип, что Господь будет показывать разницу между любящими Его и нелюбящими, между искренними и лукавыми, между настоящим христианством и фальшивым христианством. Поэтому, друзья мои, нам нужно задаться очень важной целью. Когда Господь придет, уже ничего невозможно будет изменить. Поэтому живи так, что как будто сегодня придет Господь и все тайное станет явным. Вы знаете, очень интересно, что Бог сделал нас, как глиняные сосуды. А что такое глиняный сосуд? Это сосуд, который невозможно увидеть по горизонтали. То есть, как бы, вот стеклянный фужер, да? И мы можем увидеть его содержание. Вода здесь или квас, или еще какой-нибудь напиток. Сразу можно определить. Но если бы этот стакан был глиняный, ни ты, ни я не могли бы увидеть его. Внутреннее содержание. Правда? И Бог, мудрый Бог, как горшечник, говорит, я взял вас, как глину, из которой вылепливаю сосуд для своего употребления. И Библия говорит, что в доме Отца много сосудов. Одни для высшего употребления, а другие для низшего. Избрать, кем быть тебе в жизни, Бог предоставил эту привилегию тебе самому. Ты можешь понимать, что какое-то время никто не будет видеть, что внутри тебя. Но это не всегда будет. Однажды Библия говорит, мы представим пред Богом, и во мгновение мы увидим, кто был рядом с нами все эти годы. И если внутри тебя будет что-то ценное, дорогое, что-то, что на самом деле является ценным в глазах Бога, ты получишь награду. Но если внутри тебя окажется какое-то, знаете, плохое содержание, ты сам не захотел этих перемен в жизни. Ты сам строил отношения неискренны с Богом. И Библия говорит, что с искренними Бог поступает искренне, а с лукавыми по их лукавству. Поэтому если ты лукавишь в своих отношениях с Богом, ты никому не делаешь хуже. Ты никому, кроме себя, не делаешь хуже. Бог хочет настоящих отношений с тобой. Есть вещи, которые должны быть в наличии у нас, в нашем сердце. Но все, что не является ценным в глазах Бога, друзья, мы должны от этого избавляться. На нас не должно быть вот это помазание Плюшкина. Собирать все, искать. Как раньше, едет на Запорожце какого-нибудь, раз, смотрит, валя, кто-то выкинул какую-то доску, раз, остановился, взял. Я полочки сделаю. Привез, на кухне поставил эту доску, лет 20 она уже там стоит, за полочки забыли. Зачем тут доска стоит? Да кто его знает? Вот что-то муж принес сюда. И вы знаете, с каждым годом, с каждым месяцем все захламляется, захламляется квартира, захламляется. Знаете, почему квартиры захламляются? Потому что сердце захламленное. Бог хочет, чтобы наше сердце было храмом, а мы иногда его делаем хламом. И это не нужно. Наше сердце должно быть наполнено верою. Потому что все остальное, оно не котируется в глазах Бога. И во время трудных времен ничего тебе не понадобится. Мудрость житейская, мудрость мира сего, которая через сериалы течет в твое сердце, оно не поможет тебе в трудное время. Бог говорит, что только приходящий ко мне должен веровать. И вы знаете, почему так важно человеческое сердце, чтобы оно было наполнено верою? Потому что в Римлянам 10 главе, 9 и 10 стих говорит, знаете какие вещи? Он говорит, что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. И сердце это колыбель твоей веры. Если в сердце есть какой-то другой мусор и хлам, все что угодно, но только не вера, это сердце твое никогда не приведет тебя к правильному положению в глазах Бога. Библия или Слово Божье, это как вода, которая омывает нас. Вот таких, знаете, запачканных, неряшливых людей, которые всю жизнь где-то набирались этой грязи, мирской грязи. И Слово Божье, оно как бы отмывает нас. Каждый раз, когда ты приходишь в церковь, все меньше и меньше на тебе остается этой грязи. Почему мы говорим, что постоянное посещение Божьих собраний это так важно? Потому что с каждым разом Бог через Слово Свое омывает твою жизнь, очищает. Даже если ты уже идеально был чистым, как с бани вышел, знаете, как младенец грудной, розовый, румяный, тебе все равно нужно периодически принимать душ. Почему? Потому что в процессе нашей жизни пыль мира сего падает на нас и делает нас людьми, которые, как бы где-то соприкасаясь с этим миром, опять становятся не идеально чистыми. Вот почему Иисус сказал нам, как церкви, доколе Он придет совершать это обряд священодействия, которое мы говорим, что это хлебопреломление, вечеря Господня. Многие недооценивают этим очень важным Божьим постановлением. Потому что, когда мы преломляем хлеб, когда мы принимаем его святую кровь, каждый четверг на служении с хлебопреломлением, мы как бы очищаем себя, мы восстанавливаем то, что, может быть, где-то утрачено в процессе нашей жизни. Когда мы смотрим на жизнь Саула и Давида, мы видим различия этих людей. И это различие в том, что, когда падал Саул, он убегал от Бога. Но когда падал Давид и грешил не лучшими грехами, а, может быть, и худшими, он всегда бежал в Божий дом, где он говорил, Господи, помилуй меня, очисть меня, исцели меня, восстанови в моей жизни все, что я по своей неопытности, глупости потерял. И вы знаете, каждый из нас должен делать то же самое. Библия говорит, что праведник может семь раз упасть. Но самое главное, чтобы этот праведник семь раз поднялся и пошел дальше. Библия учит нас, что смерть и жизнь во власти нашего языка. Все, что ты исповедуешь, рано или поздно приходит в твою жизнь. Вы знаете, я обращал внимание, что даже вот обедая или принимая пищу с женой, просто сидим, и что-то вырвалось из уст, и какая-то мечта, какое-то пожелание было проговорено через уста. И смотришь, прошло какое-то время, все, что хотел, все получил. Вы знаете, я просто множество раз убеждался, все, о чем мы говорим, это приходит в нашу жизнь. Если ты говоришь, черт побери, черт побери, черт побери, смотришь, черт приходит, говорит и спрашивает, вызывали? Не, 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 не вызывали. Вызывали, вызывали множество раз. Вот я собственной персоной. Что у вас украсть, что у вас убить, что вам повредить, погубить. Послушайте, давайте на самом деле понимать, что в это кризисное время не надо в панику впадать вместе с нечестивыми людьми. О, это конец. Доллар уже будет 50 гривен. Слушайте, не исповедуйте такие вещи. Вот почему Библия говорит, чтобы в это последнее время, друзья, мы говорили правильные вещи, удерживали, удерживались нашего исповедания неуклонно, ибо верен обещавший. Он не человек, чтобы ему изменяться. Он сказал, и Он исполнит. И если церковь в это верит, если церковь благословляет Украину, если церковь молится, чтобы этот кризис закончился, друзья, все, что мы вымаливаем, рано или поздно свершается на этой земле. Следующее, очень важное откровение, 24 стих. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Посмотрите, Бог хочет, чтобы в это время мы могли помогать друг другу и заботиться друг о друге. Бог говорит, чтобы мы держались друг друга, потому что твои таланты, мои таланты, наш потенциал, это намного лучше, чем просто самый выдающийся индивидуум. Библия говорит, если хочешь иметь друзей, сам будь дружелюбным, потому что если от тебя будет исходить дружба, то вокруг тебя будет много друзей. Поодиночке нам не выжить в это трудное время. Только лишь вместе, сообща, имея семейные отношения духовной семьи, мы сможем выйти из этих тяжелых времен и вместе, служа Богу, исполнить волю Его для нас. Чтобы увести человека из воли Божьей, достаточно увести его из церкви, куда его определил Господь. Если вы думаете, что оставив церковь, куда Бог вас привел, вы сможете исполнить волю Божью, такого никогда не случится. Дьявол заинтересован, чтобы человек оставил свое собрание. Но Бог говорит, не оставляйте своего собрания. Не оставляйте церковь, которую вас Господь привел. где Он простил ваши грехи, где Он освободил вас от греха и проклятия. Не оставляйте. Это очень важно, что ты получишь от Бога. Букет одуванчиков так. Держи, брат, за все твои подвиги, веры или венец нетленной славы, друзья мои. И Бог говорит, хватит не оставлять своего собрания, как некоторые это делают. И здесь написано, «Но тем увещевайте друг друга и тем более, чем более усматривайте приближение дня Господнего». Посмотрите, друзья, очень важный совет. Господь говорит, чем ближе, чем более вы усматриваете, тем более старайтесь, чтобы ваша жизнь соответствовала всем моим планам, всем моим целям. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, отче, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, точь, дабы царствие Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, осень, да придет царствие Твое, да будет воля Твое, Осень на земле, на земле, как и на небе Да прийдет царствие Твое, да будет воля Твоя Осень Да прийдет царствие Твое, да будет воля Твоя Осень На земле, как и на небе 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 Аллилуйя! Уважаемые друзья, дорогие мужчины и женщины! Я хочу сегодня обратиться к вам с очень важным предложением. Мое предложение заключается в том, что мы приглашаем вас стать нашими молитвенными и финансовыми партнерами. Дело в том, что на протяжении вот уже 13 лет мы совершаем, как церковь, как служение, очень много социальной и благотворительной работы в этом городе. И нас знают по добрым делам, которые мы делаем для славы имени Господа. И сегодня в моих руках множество благодарственных писем, которые пишут учреждения, к которым мы оказываем разную социальную, духовную, материальную помощь. И вы понимаете, что мы ограничены в своих возможностях, но если мы это будем делать вместе с вами, на самом деле этот эффект будет намного больше. Библия говорит, что один прогоняет тысячу, а двое прогоняют тьму. И если мы станем партнерами и будем делать что-то для людей, живущих сегодня в это нелегкое, тяжелое время, Бог очень сильно благословит вашу жизнь. Станьте нашим молитвенным и финансовым партнером, и вы увидите, как благословения Божьи потекут в вашу жизнь. Спасибо за ваши открытые сердца и вашу помощь. Мы ждем ее. Да благословит вас Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!